Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневный влоги Кэм Уз Мэн. Сегодня у нас рабочий вторник, он же Тире, скучный вторник, он же какой-то вялый вторник. Ну, в общем, вторник. Что вы хотите со вторника, ребята? Сегодня по моему календарю вообще-то четверг, кстати. И, блин, поскольку четверг, он должен быть культурным. Ну, ладно, это же как бы не настоящий четверг. Почему четверг? Потому что это короткая неделя, потому что длинные четырехдневные выходные. Только что завершил свою работу, и да, я палил в каждом кадре кнопку. Я прям... Вчера еще, видимо, не полностью осознал, и сегодня прям на нее смотрю, любуюсь и думаю, елы-палы, но ведь это ведь правда многого стоит. Практически четыре с половиной года каналу. Да? Ну, практически это я уж там, конечно, с половинку-то я сильно туда приплюснул. После нашего небольшого сочинского трехдневного отпуска у нас стирки просто навалом. Короче, стиральная машина с момента, как мы приехали, работала уже раз пять, да, Алис? Раз пять уже шарашило. У нас влажность дома, постоянно открыты окна, все... Ну, на самом деле, уже практически все высохло. Вот такие вот дела. А несмотря на то, что Алиска сыроедет эту неделю, а я как бы к ней приплюснулся, я тоже приплюснулся, второй раз уже называется слово странное. Короче, я тоже стараюсь придерживаться этого дела, но у Алисы есть свои обязанности, это ее творчество, это кексики, которые сейчас она приготовила, и из них, как вы видите, их тут больше, чем шесть. Сегодня в майку перепадет кексов, ну так, на донышке. Ну что, ребят, по классике, работа закончилась, монитор переселился сюда. И сейчас будет весенний ритуал, несмотря на то, что весна еще не пришла, но у нас уже в Краснодаре тепло. Птички поют. Птички поют. Так, из карманов достается все, что возможно. Эта куртка выручила в поездке в Самару. Выручила... Ну как, вот выручила в Сочи, я бы не сказал. Я мог бы без рукавки там ходить без проблем. Без проблем вообще. Поэтому сейчас упаковываю ее обратно, она у нас складывается в подушку. Я надеюсь, что, блин, ну как минимум через год, а лучше, может быть, и вообще не увижу ее. Не то, что не увижу, но не одену. Готово. Отправляемся! Все готово! Короче, не будем терять времени и давайте привинтим мы эту нашу... Я ее называю картиной, на самом деле, не картиной, это кнопка. Привинтим ее куда-нибудь. Куда-нибудь, давай придумаем, да? Ну все, вот так, да? Да. Алиса по технике безопасности заставляет меня вставать на стол, а не на крутящиеся кресла. Ну придется послушаться. А то кексы не получу. Даже вот столько-то. На донышке? На донышке. Я не знаю, что опасен, на самом деле, этот стол, который... Тихо-тихо. Он прям продавливается. То есть, я такое чувствую, что сейчас дырка у меня попала, где-то упадут. Барабанная дробь, фанфары, салют и прочие ништяки. Еее. Шикарно, шикарно. Ребят, давно сочинил эту песню, но все никак вам ее не показал. И я думаю, что не надо мутить какой-то там студийный супер-мега записи. Давайте по-старому, по-доброму, как я это умею. Со всеми косяками и прочими. Песня называется «Все летит в космос. Капли вниз. Как угодно». «Все летит в космос. Мы на карантине, во вселенной мы больные. В каждом взгляде я читаю, в каждом слове слышу. На темной или светлой стороне теперь отныне будет мир. У мир мы лезем под одну крышу». Знаете, вот после вот этого теперь черт его знает, когда выйдет годная версия. Годная. Ну, короче, тема-то такая. Мне же нужно проверить, дегустацию сделать перед тем, как Алиса товар будет отвозить. Вот. Ну как, Алиса, мы вместе поедем. Короче, кексики, кофе. И знаете, что? Кстати, смотрите, в чем прикол. Что это всего лишь, наверное, процентов... Да каких? Даже десяти нет. Это 5% от сегодняшней всей еды. То есть, как бы, 95% сыроедения сегодня у меня. Ваше здоровье, ребята. Нет, ну, скуратовские зерна, их не сравнить ни с чем. Ну, кофе, наверное, мне кажется, все равно все перекрывает. Все из 95% почти что. Отстань. Почему? Дай хоть понюхать-то, а? Понюхать можно. Глотать нельзя. Да блин, я нос не чувствую ничего. Давно хотел. Много молока налил. Ну, это же хорошо. Заметили кружку скуратовскую? Именно в ней мы на своей индукционной плите разогреваем молоко. Она железная, и объем не, это... Короче, небольшой, не в кастрюле разогревать. Очень круто, удобно. Ну да. Все, приятного аппетита. Давай сапкарно смотреть. Давай. Не успели мы досмотреть Малтесанти. Ну, там просто сейчас он, по-моему, на экране. Вот. И... Вот. Везем коробочку. Коробочку везем мы. Коробочку. Ребята, мы заехали на район, где находится та самая католическая церковь. Вот я буквально по вот этой кафешке огнистой узнал ее. Потому что сама по себе церковь, она вот там вот, ну, никак не подсвечивается, и особо ее и не узнаешь так со стороны. Вот. Там магнит огромный. Это та церковь, в которой мы ходили на Рождество для эксперимента, для расширения своего кругозора. Просили бы как-то опять такие высоточки показать. Вот вам высоточки Краснодара. Ну, это такие жилые высоточки, спальные. Все, мы на месте. Вот в этот дом мы приехали. Знаете, мне этот райончик напоминает реально Левобережье. В целом, вообще, все вокруг, если посмотреть, везде спальные, спальные, спальные дома, спальный район. В общем, никаких каких-то там торговых центров, организаций, ничего такого особо нет. Ну, только мелкий, мелкий микробизнес, так сказать. Вот. И подъезд сюда, вот вам дома еще раз. А подъезд вот через такую, капец, какую-то лужу болотную. Ну, мы объехали там, мимо лужи. Вот, ладно, ждем чувака, которому нужно отдать вон ту коробочку. Короче, пользуясь случаем, сделаем саморекламу. Пока коробочку еще не забрали. Коробка. Там кексы, 6 штук, ассорти шоколадные, с вишней, с черникой. Без глютена иногда. Ну, без глютена, с глютеном там это уже там по желанию. Короче, обращайтесь к Алисе, если хотите. Тысяча. Без яйца, без молока. Да. Как сказала бы бабушка, ну чисто на мороженку. Да. Привет. Привет. А дом же недавно построили или нет? Ну да, это ж новый, по-прежнему. Потому что, мне кажется, в прошлом году мы на великов ездили, реально ничего не было. Да, мы мало того, что ездили, здесь еще дорога была другая. Да. Даже длиннокаменная была. Да, да, да. А вот сейчас вот когда вот октябрь, ноябрь, первые дожди вот это все размыло здесь, вообще жестко было. Ладно. Алиса, спасибо. Да, я за что надеюсь. Давай, счастливо. Приятного аппетита. Надеюсь, будет в меру сладкое. А сладкое? Так, а что за повод-то? У мамы тебе рождение. А, понятно. Ну, Миша попробовал, что-то вроде не сильно сладкое. Ну, не приторно, не приторно, но... Ты понимаешь, я вынужден их есть. Я понимаю, что Алиса делает больше. Ну, если что, на тебе ставится. Да. Да, да, да. Ладно, еще раз спасибо, Лиза. Все, счастливо. Уважаем, уважаем, Рана. Ну все, дело сделали. Едем обратно досматривать Сопрано. Ох, прохладно. Ладно, на улице немножко постояли, поболтали. Как-то вот пока снимал до этого нормально, а чуть подольше задержались на 3 минутки буквально. Ну, я не знаю, у меня руки подмерзли, уши начали подмерзать. У меня сразу кашель этот, потому что вообще у меня все болезни. Я могу не болеть, у меня просто тупо будет кашель. Что поделаешь? Не знаю почему. При том, что 5 градусов на улице, плюс 5. Ну, это, кстати, началось после того, помнишь, как мы в Турцию с тобой съездили. Я в Турции заболела от кондиционера, либо там мороженеру спецепила. Да, тогда у тебя был кашель. Да, у меня чуть-чуть появился кашель, потом в самолете было жутко холодно, нам не давали пледы, потому что, типа, они закончились, их не было. Я жутко замерзла там, кашляла, всех раздражало. И потом еще мы прилетели в аэропорт, в Омск, и там тоже в самом аэропорте было капец как холодно. На улице было намного теплей, в аэропорте было холодно. И все, и, короче, у меня 2 месяца, по-моему, кашель был, да? Мы ходили к врачу и вообще не знали, короче, что делать, как лечить кашель. Такая вот история. Да, и после этого вот у меня теперь такие осложнения. Не болейте, ребята. Короче, поскольку мы в этом районе решили проехать мимо стадиона и показать вам его в вечернем, в вечерних огонечках. Не раз, конечно, показывали, но все равно, давайте-ка. Да, он прям, он так кайфово подсвечивается. Ой, батарейка садится. И снега нету, весь снег поубирали. Хотя, что поубирали, он уже растаял весь, блин. Ну, плюс 9. Ну, вот так вот. Колизей местный, российский. Ну что, друзья, спасибо, что посмотрели до конца. Нажмите большой палец вверх. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Завтра пятница, по-моему, по-моему календарю. Пятница. Отдыхатница практически. Ну, надо последний рывок сделать. Все, до завтра. Пакета! До завтра. До завтра. Пакен лапу, мы с ней вошли. Пакета! 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 Субтитры подогнал «Симон»